Еще летом деревню Куракова должны были газифицировать. Работы начали вести быстро. В надежде, что голубое топливо получат в срок, некоторые жители поселка сломали печи и на их место установили отопительные котлы. Такая поспешность сыграла с людьми злую шутку. Дровами, когда печка, а без печки он у холода сидел, у куртки, в дувальнках. В начале ноября с жалобами на работу подрядчиков жители пришли на встречу с губернатором. Тогда состоялся разговор с областным руководством ЖКХ. Обещали еще в августе, Владимир Сергеевич, и до сего времени ничего нет упущенного. Какая причина, почему вы не дали, и в какие сроки вы готовы его предоставить? Десятого планируют газ сдать в данный населенный пункт. Но это требования подрядчик не исполнил. Документация на сдачу газопровода по-прежнему не была готова. Заключал контракт районная администрация, не сельская администрация, поэтому, в принципе, они, ну, я думаю, будут приниматься какие-то меры, потому что в любом случае задержка была. Как результат, к 6 декабря из 232 домов в поселке Куракова газом отапливаются 80. Планируется, что еще 70 домов подключат к газопроводу в этом году. Остальные в следующем. Возможность отапливаться газом, удовольствие, не дешевое. Из областного бюджета была оплачена подводка труб к домам. Батареи, отопительные котлы и счетчики люди оплачивали сами. В среднем это стоило 150 тысяч рублей. Но о потраченных средствах люди не жалеют. Мы очень рады, очень довольны, очень тепло, хорошо. Как мы были с печками, сейчас чистота, порядок, все, мы очень довольны. В муниципальном образовании Болотское газифицировано 4 населенных пункта из 26. В ближайшее время планируется подвести голубое топливо еще к нескольким деревням. Но этим займется, скорее всего, уже другой подрядчик. А нынешнему, видимо, придется заплатить за невыполнение контракта примерно 500 тысяч рублей. Сергей Речец, Дмитрий Колосков, ТВ-Центр Тула. Субтитры создавал DimaTorzok